За значительный вклад в социально-экономическое развитие города в сфере образования, подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли и в связи с 55-летием. На заседании Думы народные избранники рассмотрели ходатайство о награждении руководителя СРФТИ почётные грамоты города Сарова. В должности руководителя Саровского физико-технического института Анна Сироткина работает с 2010 года. Анна Геннадьевна уделяет большое внимание развитию научного блока института. Считаю, что при её руководстве вуз Сироткина стал одним из лучших вузов страны и направляет в ядерный центр очень достойные образованные кадры. Поэтому мы очень благодарны Анне Геннадьевне за её труд. На мой взгляд, даже таким сегодняшним решением мы задаём, поскольку мы работаем уже в рамках нового положения, и вот эта награда у нас в новом положении зафиксирована, она задаёт, вообще говоря, высовку достаточно платно для тех, кто пойдёт следовать за ней, потому что так или иначе, каждую кандидатуру мы будем, наверное, сравнивать с теми, кто этой наградой награждается, награждался ранее. Единогласно народные избранники решили наградить Анну Сироткину почётные грамоты города Сарова. А вот следующий вопрос вызвал бурные дискуссии в зале. Он касался наименования проезда в границах территории по улице Нижегородской в Заречном районе города. Директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев рассказал о результатах работы комиссии по наименованию улиц. Выбирая название, комиссия учитывала простоту и ясность наименования, а также близкое расположение садов и участков. Комиссия по наименованию городских улиц рассмотрела предложение поступившее и проголосовала за наименование проезда как проезд 1-й ягодный и проезд 2-й ягодный. Предлагается принять такие наименования. Но приняли наименование далеко не сразу. На заседании выступила жительница одного из домов между этими проездами, которые предложенные варианты не устроили. Среди основных аргументов Татьяна привела путаницу адресов, которая может возникнуть у жителей города, поскольку названия проездов на карте будут отличаться только цифрами. Мы вот посмотрели с нашими соседями, мы, например, считаем, что среди вариантов, которые были озвучены на сайте, например, «счастливый проезд» – это очень хорошее название для пожелания семье с многодетными, многодетных семей быть счастливыми. Многие депутаты мнения Саровчанки не поддержали. Народные избранники пришли к выводу, что комиссией проделана масштабная работа. Отопонимические названия должны выбирать жители города, а не конкретных улиц и проездов. Большинством голосов депутаты утвердили названия проездов 1-й ягодный и 2-й ягодный. Поздравляю тебя! Поздравляю тебя!